Господи, помилуй Мы в блаженной памяти Его Господу помолимся Господи, помилуй Простите Ему всякое предврешение вольное и невольное Господу помолимся Господи, помилуй Мы неосужденным предстать у страшного престола Господа Славы Господу помолимся Господи, помилуй Какие скорби к небу и нужды Господу помолимся Господи, помилуй Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твою благодатью Господи, помилуй Заступи, спаси, помилуй Заступи, спаси, помилуй Заступи, спаси, stains Заступи 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 В первую очередь сегодня сделать то, что так много сделал Антон Павлович Чехов. То есть, главное дело его жизни. Он в своих сочинениях писал, «Это для меня потребность души, условия личного счастья». Что это для него было? Это была та благотворительность, это то социальное служение, которое отличало Антона Павловича Чехова. За свою жизнь он построил три школы. Он лечил бесплатно в округе 20-25 верст крестьян. Он покупал бесплатно лекарства и раздавал эти лекарства больным. Он мог просто купить лошадь и дать ее человеку, крестьянину, который потерял эту лошадь, у которого пала лошадь. Он мог просто заплатить за учение молодого человека, сына, обедневшей жительницы города Серпухова. Вот сегодня мы хотели бы продолжить это социальное служение Антона Павловича Чехова. И поэтому сегодня мы проводим благотворительный марафон, ну, литературно-музыкальный благотворительный марафон. И хотим собрать деньги для конкретного человека. Значит, вы, наверное, читали уже это письмо, очень трогательное письмо. Значит, это мальчик 9 лет. Он слепой, он больной ДЦП, он не может двигаться. Ему для того, чтобы продолжать развиваться, нужна беговая дорожка, специализированная беговая дорожка. Стоимостью где-то 60 тысяч, 62-63 тысячи рублей. Мелихов, вам хочется увидеть дом, принять участие в том, что уже сейчас было объявлено. Но разрешите все-таки, все-таки, начать с того, о чем говорил Константин Васильевич. Я не буду вас сильно утомлять. Однако, уезжая отсюда сегодня, вы, может быть, уже иначе взглянете на Мелихова, потому что услышите то, о чем либо знаете, может быть, даже больше меня, либо много, либо, к сожалению, не слышали. Но услышите сегодня. Не только от меня, но и от многих сотрудников этого замечательного музея. Начать я хотела бы с одной записи. В записной книжке Чехова Хорошо, если каждый из нас оставлял бы после себя школу, колодец и что-нибудь вроде, чтобы жизнь не проходила и не уходила в вечность бесследно. Его ли это слова? Слова ли, которые он хотел отдать кому-то из героев? Услышал он их? Трудно сказать. Записные книжки Чехова. Там все есть и то, и другое, и третье. Но то, что школы он построил, вы уже знаете, что колодец есть. И вот это вроде, такое слово, вроде, я попробую конкретизировать. Причем сразу скажу, я не буду вас, говорить вам, рассказывать обо всей благотворительной деятельности Антона Павловича. Она просто неиссякаема. Недаром Залыгин в своей замечательной книге, мой поэт сказал, это какое-то невероятное, вот особое, имея в виду Антона Павловича и вообще его деятельности, всю его жизнь. Это невероятный человек, который так много успел. Ну, например, если бы мы были, допустим, если бы я была в Таганроге, сейчас в Таганроге, и встречалась бы с жителями Таганрога, то я бы, конечно, рассказывала о том, что он сделал для Таганрога. Упомяну только, ну, два факта самых впечатляющих. Отвечая благодарностью своему родному городу, он, а город ему выделил стипендию, на которую он обучался в Московском университете, потому что Павел Егорыч уже разорился, и никаких денег не было, и Чехову пришлось бы еще и зарабатывать не только на семью и на свое образование, но и на свои уроки, что он и делал в Москве. И Таганрог, конечно, помог ему, существенно помог, потому что два раза в году Чехов получал вспомоществование от города, от Мещанского права. Он начинает посылать в Таганрог книги, библиотеку, и не просто библиотеку, но книги, которые дарили ему, сейчас они бесценны. Это книги с автографами, автографами практически всех писателей и его современников. Он собирал эти книги у писателей, просил специально для Таганрогской библиотеки, и они надписывали эти книги. И этих книг чрезвычайно много. И тот, кто знает письма Чехова, поразится тем списком, которые приведены. Он приводит, я вам послал то-то, то-то и то-то. Существует описание этой библиотеки. В общем, это одна из уникальных библиотек, которыми располагают российские музеи. Субтитры создавал DimaTorzok